А у вас есть сейчас какое-нибудь домашнее животное? А у вас не было домашних животных? Нет, когда был маленький, были, я даже более того скажу, у меня кролики одно время жили дома даже. Но, вот моя мама держит домашних животных, коза, вот у нее всегда есть. Вот там у меня долгие взаимоотношения, коза узнает. Татьяна, вот скажите, как вы думаете, коза могла повлиять на творчество Кая Метова? Возможно. Скорее я повлиял на ее удою. Мама говорит, что, поскольку я часто, у нас там дома соседние, я часто играю на рояле, вот, и мама говорит, что когда ты приезжаешь и поиграешь, вот у коты потом прям 4,5 литра в сутки. Поэтому, честно говоря, вот я понимаю, что козы, они очень чутко относятся к козе. А говорят соседи, что у кур даже яйца чаще несут. Раз уж мы заговорили о музыке, давайте все-таки посмотрим видео нашего второго гостя, и потом уже вот Каев будет точно что сказать на этот счет. Ну, меньше слов, больше видео. Пойте собачки. Елена сегодня вместе со своим музыкально одарённым псом приехала и с дочкой. Представляете, кто сегодня с вами приехал? Собака Зола. Зола. Тяп, тяп. У тебя лучше видно. И моя дочь Мария. Давайте расскажем, как произошло знакомство вашей собаки с пианино. Маша учится в музыкальной школе. Когда она делала домашнее задание, Зола всегда помогала ей. Иногда вот сама так же играла. Если пианино свободный, крышка подняла, Зола шла играть. Меня собака очень поразила. Во-первых, очень интеллигентная, вон как она смотрит. Да, она смотрит. Да, такая, аристократический у неё образ. Потом она безумно любит своих хозяев. И ещё больше меня поразило то, что она пытается по нотам играть. Она их там переворачивает, поправляет, соотносит. И потом вот, вот видите, да. То есть все атрибуты получила. Очень талантливая собака. Я даже не знаю, что будет дальше. Будете дуэтом играть. Насчёт её любимых произведений и композиторов. Она больше всего любит Бетховена. Бетховена? Всегда, когда Бетховен Зола, такие рулады выдаёт. Особенные. А что-нибудь из современного ставили ей? Вообще реагирует на музыку? Нет, только классическое. Серьёзно? Ну это сейчас без шуток, правда. Серьёзно, да. У собаки есть вкус. А вот у меня вопрос к психологу. Можно ли думать так, что собаки могут вести себя как люди? Или что они мыслят подобно человечеству? Можно так сказать? Потому что у меня был такой опыт. Но это фантастически. Я была в гостях, мы в гостях были у своих детей. У них огромный, знаете кто, вея морская сторожевая, пёс. Мы жили достаточно долго. Мы его кормили, потому что дети были на работе днём, а мы его кормили. Он к нам привык. И там такая существует штучка, вкусняшку ему надо дать. Называется это трит. И вот я каждый день давала трит. И в день, когда мы уезжали, он стоит вот так и смотрит на меня. А глаза у него какие-то странные. Прям я говорю, что такое? Раббл, раббл. У него были глаза полные слёз, и он не съел эту вкусняшку. Вот можно сказать, что у него есть какая-то человеческая вот эта вот, ну как бы, образ мысли человеческий. Потому что это только люди так могут. Я, кстати, тоже. Мы даже когда уезжаем куда-то отдыхать, потом приезжаем, и коты там обижаются неделю, наверное, там не подходят. На неделю прям? Ну да, долго обижаются. То есть они такие, а вы нас бросили. На самом деле в этот момент они считывают ваши имущества.